У Нижнего Новгорода появились люди, которые будут отвечать за дороги и за городскую экологию. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провел сегодня ряд важных кадровых назначений. На должность заместителя главы Нижнего Новгорода назначен Роман Колосов. Он будет курировать вопросы дорожного хозяйства и общественного транспорта вместо покинувшего этот пост Александра Герасименко. А на должность советника мэра по экологии назначен Алексей Краснов. Относительно Краснового Алексея, экологическая повестка в городе, как я уже не раз говорил, она является для меня приоритетной. Учитывая, что мы входим с вами с 2019 года на взаимоотношения с региональным оператором, который будет отвечать в городе за все твердые коммунальные отходы. И у Алексея сейчас стоит главная задача обеспечить этот переход. Он объективно сложный, потому что в органах местного соуправления появились новые полномочия по согласованию мест накопления, то, чего не было раньше. Поэтому создание как платформы цифровой, на которой должно будет это происходить. И в том числе, конечно же, у Алексея есть задача по той работе, которую мы начали вместе с общественниками на форуме «Зеленый и Нижний». Соответственно, обеспечить реализацию всех проектов, их сопровождение, а также постоянную связь со всем активным экологическим сообществом города. Мне очень хочется реализовать свои задумки. Те проекты, которые были разработаны на форуме «Зеленый и Нижний», были презентованы. Те задачи, которые поставлены Владимиром Александровичем, я разделяю. И мне кажется, что это будет очень интересная и полезная работа. Надеюсь, мне это будет возможность проявить свои профессиональные качества. У Колосова Романа очень серьезный вызов. Конечно же, это первая зима, это уборка снега. И мы подготовили программный продукт, о котором я говорил ранее, это антиснег. В настоящий момент он уже находится в тестовой эксплуатации. То есть, когда мы сможем видеть технику, всю уборочную технику в городе онлайн, также будут все дороги автоматически менять цвет. То есть, в зависимости от выпадения осадков, они будут по умолчанию становиться все красными. По мере того, как техника с GPS-датчиками будет проходить по дороге, после выполнения нормативного количества проходов, дороги будут становиться уже зеленого цвета, когда будет считаться, что дорога в нормативном состоянии.